Девочки, а хоть у вас парень мечты? Для меня мой парень мечты сильный, умный и с голубыми глазами. А мой богатый, спортивный, чтобы меня любил и баловал. А по внешности? Внешность не главная. Такое тебе подходит? Макс, у нас тут женские разговоры. О парнях разговаривайте, не парьтесь, мне такое неинтересно. Ой, пусть остается, если пришел. Чипсы хочешь? Нет, спасибо, мне такое нельзя. Макс, можешь убрать руку, челюсть не отвалится. Отвалить же мне, не смешно. Что случилось, со старшеклассниками подрался? Ни с кем и не дрался, отвалите уже. Ой, какие мы нежные. Идемте, девочки, а то у Макса плохая аура, так и веет негативом. Иди, 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 а я потом приду. Не обращай внимания на девочек, им бы лишь бы постебаться. Знаю, но все равно неприятно. Так что с тобой случилось, мне будешь рассказать? Да так, зубы лит целый день. Так, запишись к стоматологу. К стоматологу? С ума сошла? А что такого? Я их боюсь до ужаса, я столько сошел, пересмотрел. Вот и зря, зубы это очень важно. Любую зубную боль нужно сразу лечить. Негко тебе говорить, у тебя зубы не болят. Потому что я хочу к стоматологу, который мне их лечит. Ой, Эмелька, давай ты не будешь вести себя как мама. Ну как хочешь, ходи с блин зубом. Каким вкусом? С сыром. Что, хочешь, да? Ага, ну зуб болит. Мне на тебя больно смотреть. Может, все-таки сходишь к врачу? Эмелька, может ты мне поможешь? Как? Я не врач. Уверен, есть куча народных средств. Они тебе не помогут. Как друг советую пойти к стоматологу? Эмелька, пожалуйста, помоги. Ладно, сейчас посмотрим, какие способы есть в интернете. Я прочитала, что компресс может снять воспаление. Если повезет, то твой зуб может перестать болеть. Эмелька, скорее, я больше не могу терпеть. Фу, что за манезы? Это запах лекарства. Я должен это нюхать. Не хочешь идти к стоматологу, значит терпи. Готово. С этой повязкой нужно ходить три дня и менять каждые шесть часов. Почему-то долго. Есть способ побыстрее. Есть. Стоматолог. Может, сходим куда-нибудь? Можно сходить на выставку. К нам приедет известный художник. Клево. Я тоже хочу посмотреть. А что, Чаполина тоже с нами поедет? Девочки, у Макса болит зуб. Имейте совесть. А как ему поможет бабушкина тряпочка? Это лекарство. Мне его врач прописал. Твой врач что, пещерный человек? Так уже давно никто не лечит. Мне подходит такое лечение. Девочки, пойдите посмотрите, куда еще можно сходить. Идем, Джиня. А то мы сейчас расплачиваемся из этого чаполина. Макс, зачем ты сказал, что тебе это врач назначил? Не хочу, чтобы девочки думали, что я трус. И ты им не говори. Не скажу, но они и так думают, что ты странный. Макс, что ты делаешь? Шесть часов уже не прошло. Я так компресс носить не буду. Ай! Это что, опять из-за девочек? Не хочу, чтобы смеялись и назвали Чаполина. Понимаю, но мне кажется, что здоровье важнее, чем то, что скажут девочки. Тебя легко гореть, с тебя не смезут. Ай, больно! А-а-а! Что, сильно болит? Очень, Америка! Есть другие способы? Сейчас посмотрю. Ага, приложите к больному зубу чеснок. Он помогает тебе педром. О, это уже намного лучше. Я за чесноком. Вот, приложи. Фу, он гадкий и вонючий. Знаю. И как долго так ходить? Пока боль не пройдет. Может день, может два. Амелька, мы с Джинни решили, что хотим пойти в горячий бассейн под открытым небом. Клево, я тоже хочу. И я. Да тебя туда! Ни за что не пустить. Да, от тебя такой запах, будто ты целовался с Чаполиной. Да что ты простался этим Чаполиной? Сначала ты выглядел как лук, а теперь от тебя воняет. Это не лук, а чеснок. Ясно? Это, судя, не меняет. Это просто вонючий. Да сами выглядели вонючки. Фу. Да это я. Какой ужас. Он выглянулся. А-а-а. Стойте, это не зуб, а чеснок. Фу. Макс, убери эту гадость и чаши. Стой, ты с ума сошел, выброси его сейчас же. А что не так? Этот чеснок валялся на полу, он весь в микробах. У тебя зуб еще сильнее заболит. Амелька, а как еще можно вылечить зуб? Сейчас посмотрю. Есть один способ. Нужно делать укол. Укол? Нет, давай дальше. Все, Макс, мне хватит. Ты должен под них стоматолог. Должен быть другой способ. Вылечиться. Вот ищи его сам. Я тебе помогать не буду. Все, чтобы ясно, Амелька. Вот какая ты подруга на самом деле. Ну что, Амелька, мы идем? Что-то настроения нет. Так наоборот, прогулка улучшает настроение. Ладно, идем. Только мне нужно собраться. Давай, мы тебя ждем. Что пришла? Пришла взять свои вещи. А ты что делаешь? Лечу свой зуб. Это что, магнит? Ну да. И как он должен тебе помочь? Я и прочитала, что на магнит можно притянуть свою боль. Где ты такое прочитал? Это же бред с его кобылой. А мне кажется, что это работает. Ну-ну. Сработало. Зуб совсем не болит. Сработало? Не может быть. Может, я иду с вами. Ну, собирайся. Макс, ты хотя бы зубы почистил. Супер мятная свежесть. Ага, только больше так не делай. А то получишь. Ладно, пора идти. Капец, из-за Максов пришлось все планы отменить. Он что, сам домой не мог идти? Ты что, не видишь? Ему очень больно. Он же знает, что он болеет. Зачем было идти? Я думала, что он больше не заболеет. Курица тоже думала, пока в суп не попала. Ладно, девочки, сходим в другой раз. Не расстраивайтесь. Как тут не расстраиваться? День потерян. И все из-за Макса. Я же не специально. А мне кажется, что специально. Идем, Дженни, пока я этого Макса не привила. Ну вот, я же говорила, что эта ерунда не сработает. Но она сработала ненадолго. Может, магнит надо постоянно носить? Ты себе внушила-то, что она сработала. Но это обман. Ну ничего, у меня сейчас куча способов, чтобы вылечить зуб. Ага, и ни один из них не сработает. Вот и Виф, я справлюсь без стоматолога. Угу. Пойду к девочкам. Ты уже надоелся своим зубам. Так, вот отличный способ. Муся, привет. Поможешь мне вылечить зуб? Привет. Эй, Макс, ты чё Мусю мучаешь? Я не мучаю. Это для дела. Для какого дела? Не твоего. Уйдите. Нет, не уйдём. Да ну уйдите. Нет, не ссоритесь. Макс издевается над кошкой. Разберись с ним. Что? Я Мусю никому в обиду не дам. Девочки, ну уйдите. Макс, что за дела? Я хотела, чтобы Муся мне помогала вылечить зуб. Если у Муси белая жубка, это не значит, что она доктор. Я причинала, что Кантэ может вылечить болезнь. Да, я тоже такое слышала. Помоги, пожалуйста. Подержи её, а я на ней полежу немного. Ну, может нет. Если она сама не захотела, то я её мучить не буду. Ну, Амелька, хотя бы минутку. Нет, и точка. Даже не проси. Вот значит как. Друг страдает от боли. А тебе всё равно? Просто мой друг трус, который болит западе к стоматологу. Какая же ты бессердечная. Так, какой-то из этих способов должен мне помочь. Девочки, а вы ходите к стоматологу? Конечно. Это раньше все боялись стоматологов. А сейчас всё по-другому. Да, сейчас есть обезболивающие. И вообще бояться нечего. Вот бы Макс тоже это понял. А что, Макс боится стоматолога? Угу, да чёртик, а только не говорите то, что я это вам рассказала. Это его секрет. С ним нужно поговорить и убедить, что бояться нечего. Знаю, но ничего слушать не хочет. Скажи ему, что знаешь врача, который лечит зубы одним взглядом? Думаешь, он проверит? Если он верит, что кошка поможет, то он и в это поверит. Я могу ему так сказать, но такого врача нет. Он придёт к настоящему врачу, и деваться уже будет некуда, придётся лечить зуб. А это неплохая идея, стоит попробовать. Зубная боль уйти, зубная боль уйти, зубная боль уйти. Макс, ты что вы застрелил? Амелька, не мешай, я делаю заговор. Какой же заговор? От зубной боли? Амелька, ты мешаешь мне лечиться? Это не лечение, а издевательство. Да, что-то заговор не помогает. И ты удивлён? Амелька, а ты зачем не знаешь номер телефона на зубной фее? Не знаю, на зубная фея приходит только тем, у кого уже выпал. Эх, жаль. Если ты сейчас же не пойдёшь в стоматологу, то я тебя-то веду туда сильно. Хорошо, так дай ещё один попробовать способ. Хорошо, последний способ. Вот, смотри, что я купил. Это конфета? Ну, она не простая, она поможет мне избавиться от боли. Ага, верю, иди уж уже, идём к стоматологу. Зуб, я перестал болеть. Как в прошлый раз с магнитом. Нет, я точно перестал. А ну, открой рот, я посмотрю. Открой рот. Ну что там? Чего молчишь? Ну, тут это, твой зуб не болит, потому что его больше нет. Амелька, ты вырвала мне зуб. Я не вырывала, а он самый. Посмотри на меня, я теперь урод. Да ладно тебе. Как дерьми отрасли зуб? Есть какое-то лекарство? Эм, боюсь, что нет. Может, получится его встать обратно? Так тоже не работает, тем более он треснул. Что мне теперь делать? То, что нужно было делать давно. Теперь я точно никуда не пойду. Почему? Я не выйду из дома без зуба. Тебе же просто нужно дойти до стоматолога. Ты же мне зубами будешь идти. Если меня кто-то умеет, мне будет позор на всю жизнь. Ну, ничего. Как у вас дела? Отлично. Макс, как там пузу? Уже прошел? Ну, наконец-то, теперь можно нормально потусить. Да, давайте поиграем, кто первый засмеется. Давайте. Макс, давай ты тоже встанешь. Да, вместе будет веселее. Давай. Давайте начнем с Марты. Давайте. Короче, катится колобок. Катится, куда глаза глядят. Видит небо, земля, небо, земля, небо, земля. Марта, это вообще не смешно. Амелька, давай ты попробуешь нас рассмешить. Макс, ты проиграл. Макс, ты похож на панчера-неудачника. Или так вам жар? Девочки, успокойтесь, это некрасиво. Что же, с безумикой хотите посмеяться? Сам виноват, что не пошел к стоматологу. Он себе только хуже сделал. Все равно, это не повод на нем ржать. Что поделать, если он смешной? Пойду посмотрю, как он там. Макс, ты как? Бывало и лучше. Мне причина, девочки, внимания. Скоро у меня будет зуб, и они не будут на зоне слияться. Ты подержишь к стоматологу? Нет, я пишу письмо о зубной фее. Привет, зубная фея. Я хочу, чтобы ты сэкономила деньги. Ставь мне этот зуб обратно. Ну как я придумал? Это не сработает, феи такими не занимаются. Значит, надо придумать другой способ, чтобы вернуть зуб. Я не знаю, как тебе помочь. Стоп, я придумала, у тебя есть жвачка? Да, есть. А что ты хотела? Сделаю из жвачки зуб. Он будет вылить, как настоящий. А как ты будешь есть и жевать? Ты подумал? Нет. Главное, чтобы он вылил нормально. Тебе нужен настоящий зуб. Настоящий, говоришь? А свой старый сломанный зуб лучше выбросить. Он, наверное, даже зубной феей не нужен. Я знаю, где взять настоящий зуб. И где же? А, вот его. Зачем тебе этот череп? Я возьму зуб у него. Он ему уже, наверное, не нужен. У тебя же ничего не получится. Это идеальный план. Крепко сидят. Наверное, он или она ходили к стоматологу. Поэтому у него крепкие зубы. Не то, что у тебя. Возьму инструменты из гаража. Туда точно получится вырвать. Только не ломай его совсем. Разрешаю взять только один зуб. А мне больше и не надо. Ну, как там наш безум? С ума сходит. Мне кажется, что он никогда больше к стоматологу не пойдет. Пойдет. Вот увидишь. Сомневаюсь. Мы с Дени об этом позаботимся. Да, Амелька, не переживай. Мы ему покоя не дадим. Эх, ничего не получается. Не хочешь дать зуб по-хорошему? Будь по-плохому. Ну что? Макс, ты что творишь? Хочу дать зуб по-другому не получается. Нет, я не разрешаю его ломать. Амелька, что тебе дороже? Этот череп или друг? А присяг, если бы с тобой так поступили. Имей уважение. Не переживай, я тебе в обиду не дам. А меня тебе совсем не жалко? Немного жалко, но ты сам во всем не дам. Если нельзя лучше череп отобрать, где мне взять зуб? Не знаю, посмотри в интернете. Точно. Вот что мне нужно. Даже лучше настоящих. Макс, ты что, мармеладные зубы? Ага, скажи клево. Что в этом клевого? Они вкусные и будут вкусно пахнуть. И ты будешь выглядеть как бешеный. Мне нужно еще подумать. Короче, Макс, у тебя три варианта. Какие? Или ты дальше занимаешься ерундой. Или идешь к самотолку. Или просто привыкаешь жить без зубов. Но, короче, я пошла к девушкам. Может, Амелька права? Амелька все возится с ним. Вскоре ей это надоест. Вот увидишь. Не надоест. Амелька у нас терпеливая. Спорим на 10 баксов. Спорим. Все, надо дело возиться с этим Максом. Пусть сам решает свои проблемы. Он вообще не пробиваемый. Я его уже сто раз просила пойти в больницу. Амелька, он уже взрослый и сам за себя отвечает. Он даже пытался сломать мои вещи. Амелька, я сейчас его тоже сломаю, если ты не уберешь его со стола. Опять ты придумал какую-то чушь. Нет, Амелька, ты была крова. Наконец-то ты это понял. Я смирюсь и буду жить без зубов. Я думала, ты пойдешь к плечу. Теперь мне все равно, кто что скажет. Неужели? Теперь это моя фишка. Фишка быть без зубов. А что, теперь я буду выделяться? Да уж, Макс, какой ты тяжелый человек. Без зубов, ты домашку сделал? Теперь я на такое не обижаюсь. Потому что это правда. Я знаю, что вы завидуете. Чему завидую? Это что у нас нет черной дыры в ротах. Я особенный. Могу жить без зубов. Сейчас вы смеете, а скоро это будет новым трендом. Кстати, хотела почистить свои кроссовки. Макс, можно я возьму твою зубную щетку? Нет, с какой стати? Она все равно тебе не нужна. Смейтесь, смейтесь. Народ, а кто хочет курочку хрип? Я. И я. Я тоже буду. Макс, а тебе перемолоть ее в блендере? Зачем? А как ты будешь жевать? У тебя же зуба нету. Классно постепнуло. А знаете, Максу реально повезло. Амелька, ты опять за свое? Только представьте, у него больше никогда не будет кариеса. Вот это везучий. Спокойно, Макс. Они просто глупые. А еще Макс не будет на морозе стучать зубами. Уже завидую. Ну что, девочки, записываемся на удаление зубов? Да, представьте, как будет удобно трубочку от коктейля держать. Макс у нас вампир, наоборот. Ничего, скоро у вас эти шуточки закончатся. Эти шуточки никогда не закончатся, как и твоя зубная паста. Вот это же другое дело. Ну что, неприятно, да? Угу. Записался к самотолгу? Да, я уже все решила. У меня будет золотой зуб. Золотой? Ну да, как у всяких рэперов. Ну ты же не рэпер. Кусает мясо сырый лук. Ой, клевый, золотой зуб. Кусает мясо сырый лук. Мой клевый, золотой зуб. Это было ужасно, я даже не в рифму. Не тебя меня судить, Амелька. Тебе нужен обычный белый зуб, как у Мэтика. Я буду к самотолгу только за золотым зубом. Твои зубы, твое дело, я же уже говорила. Не пишите. Я уже записался к врачу. Мой прием будет через час. Тогда удачи. Я мельчипсы лук. Мой клевый, золотой зуб. Куда это, Макс? К стоматологу. Ну наконец-то, свершилось. Ура, нам не придется красить от него в школе. Как бы не так. Ну что, тебе уже сделали зуб? Да, я доволен. Ну что, было больно? Вообще никак не. А мы тебе говорили, нужно было сразу идти, а не терпеть. Ну показывай уже. О боже. Что с твоим зубом? Почему он розовый? Просто золотой зуб слишком дорого стоит. Поэтому я купил такой. Женя договорила, что нам из-за Макса не придется красить. Беру свои слова обратно. Макс, чем ты думал? Я не знал, что он будет выглядеть так отстойно. Это не просто отстойно, это супер отстойно. Спасибо за поддержку, Марта. Ну в следующий раз будешь думать головой. Ребята, а вы боитесь стоматологов? Напишите в комментариях. А еще поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы сделали для вас супер крутое видео, так что жмите на колокольчик, чтобы не пропустить его. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok